здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим с вами на медицинские темы тема травматологии ортопедии потому что у нас в гостях алексей владимирович пронин заведующий отделением как раз травматологии ортопедии стационарного отделения номер один люберецкой областной больницы здравствуйте алексей владимирович ну такое отделение как-то сразу новый год вспоминается любые праздники мне кажется что каждую ночь с 31 на 1 января наверное ваше отделение загружена по полной даме к счастью не к счастью нет ну я шучу конечно потому что тема серьезная и вот ваше отделение называется травматологии ортопедии в чем разница да он травматология это то что человек получил в результате воздействия какой-то энергетики энергетики превышающие возможность сопротивления тканей так либо это сухожилия рвутся либо кости ломаются энергетика травма превышает ну да то есть когда энергетика травма превышает прочность ранее тех или иных костных мягкотканных мышц и сухожилия ортопедии это нарушение в осанке нарушение в оси конечности которые мешают человеку жить нормально функционировать но который приводит в том числе к разрушению суставов то есть это как бы две составляющие одна это то что приобретенное органы одни и те же но разные механизмы первая часть в результате как правило какого-то не может быть да это единомоментное воздействие когда а вот старает дать начнем со второй части 1 не как-то всегда что-то меньше вот это сколиоз я помню саша со школьной скамею это вот замечательное слово и мы видим сегодня молодые люди которые все ходят вот так вот это не к сколиоз но я имею ввиду все равно вот что-то связано с этим то есть увидеть человека который идет хорошая самка в красиво ну разве что танцор да или наоборот что там вставленного человека какая-то болезнь может было почему человеческий организм кости которого ну тело до скелет у нас у каждого же свой естественно и он создан для того чтобы я ходил именно так как я хожу при этом мы видим опять же и молодые люди я щас не говорю там для тех кто за 40 но по возрасту по весу молодые люди ноги не поднимают сутулится значит осанки никакой не держит то есть мы получается сами себя сразу же с молодых лет гиподинамия да а почему значит на но мне же тогда так неудобно если я так не хожу мышцы слабые мышцы не держит сам по себе скелет не держится гиподинамия атрофия мышц низкий тонус просто мышцы это не только силы это еще и тонус то есть тонус ты готовность мышцы к сокращению это человек сам себе создает новое программирование что вот в таком состоянии мне лучше а вот так тяжело правильно да вот с какого возраста например это начинает происходить детских прямо лет уже прямо с детских лет сейчас слава богу все развивается и осмотр ортопеды при рождении то стоит на сегодняшний день норма то есть есть что есть опять же проблема вот совершенно правильно тема затронуна есть ортопедические проблемы которые врожденные с которыми человек родился деформации дисплазии сращения какой-нибудь да ну что называется просто на роде образные x-образные деформации конечности ну про плоскоступие про рождение речь не идет с рождение во всяком случае а есть вещи приобретенные ортопедии это на самом деле не в большей степени то ортопедии которым мы занимаемся это не проблема осанки это как раз таки проблемы с суставами когда суставы начинают разрушаться по причине того что идет неправильная нагрузка на сустава она работает очень банальный пример может быть не совсем корректно но развал схождение в колесах все понимают когда одна зона колеса перегружается 2 не догружается и все быстро все разрушается здесь тоже самое x-образные у-образные деформации это не просто косметические какие-то проблемы это предрасполагающий фактор к тому чтобы сустав разрушался одна часть сустава не догружается 2 несет двойную нагрузку плюс еще ожирение закона я с пациентами когда всегда общаюсь я всегда говорю что законы физики в организме точно также работают конечно никуда не деваются если влево вправо то да и когда начинает плюс на сегодняшний день достаточно немаленькая проблема с ожирением ну да глобально когда человек рассчитан сустав его на 70 килограмм а человек весит 120 соответственно нагрузка на создавь идет полтора раза больше чем он способен нести я понимаю чего говорить по себе знаю я как-то зашел в ортопедический салон в большой какой-то и обратил внимание на огромное количество всевозможных приспособлений начиная от обуви завершая всякими корсетами и прочими способами то есть целая индустрия до существует это что действительно помогает здесь все должно быть очень и очень по показаниям в медицине все очень просто если показания и противопоказания просто так одеть кассе корректор осанки надеяться на то что мышцы станут там более на место на место не так и будет наоборот корректор осанки еще может брать на себя функцию тех мышц которые должны держать осанку мышцы у нас как организм нас известно как известно ленивый он не поддерживает не кровоснабжает то что чем мы не пользуемся а мы должны тогда всем пользоваться да вот для того чтобы осанку выровнять надо физкультурой заниматься мы лаване самые замечательные вот процедуру поддерживать все группы мышц но это еще не всем подходит но тем не менее до передачи я даже вот что-то у меня с ногами вот я помню это замечательное в армию не брали с этим с плоскостопием с плоскостопием на меня почему-то взяли вот я так и не знаю что такое плоскостопие до сих пор вот но опять же возвращаясь к этому салону я увидел большое количество разной обуви что-то летние что-то зимние с с какими-то примочками с какими-то способами но подкладками и так далее и тому подобное означает ли это что в общем то человечество глобально неправильно ходит нет означает это только что что у нас поменялся образ жизни если мы исходно ходили по мягкому грунту и песку так это одна ситуация сейчас мы ходим по девяносто девяти процентов по жесткому бетону а да это амортизирующая способность грунта и бетона она абсолютно родные мы не были заточены не были заточены мы исходно под бетон это не природный материал ну хорошо но тем не менее опять же завершая тему ортопедии я вижу что люди особо этим не пользуются для них это вот лучше таблеточку выпить и все дар волшебная мазь волшебная таблетка и не болит и реклама идет что если у вас что-то кольнуло помажьте сустав стал голубеньким из красного да ну и самый простой пример такой когда мы видим соревнования тот же футбол да мне всегда очень больно за футболистов когда им замораживают эти все столкновения и он дальше бегает это какой-то такой мне кажется человеконенавистнический подход завершая эту тему правильно еще раз я понимаю что это один из таких очень важных моментов правильного профилактического подхода что человек может с помощью ортопедии решить массу проблем и быть лучше моложе и 50 годам вылезти как 30 лет не с при помощи ортопедии при помощи физкультуры и при помощи правильного отношения к своему организму и акцентирую внимание физкультура самые частые наши пациенты травматологические это спортсмены выходного дня которые ребята собрались выходной так крепкие мужики пошли играть в футбол ежедневно не получая нагрузки сухожилия слабые рвут ахилловые сухожилия раут связки и тогда это потом то есть с профессиональным спортом подразумевает ежедневной тренировки когда крепнут сухожилия крепнут связки и так далее вот здесь вроде бы силы есть воли есть надо мы же все как на чемпионате мира играем ну да конечно все мы радуем да еще после травмы еще пытаемся поиграть в любительском спорте но ведут как себя как профессионал стараться и это не очень хорошо заканчивается то есть если заниматься спортом то спортом если физкультуре только хорошо если говорить о физкультуре давайте нас сейчас время есть для первой части во второй уже о травмах поговорим на самых таких распространенных то с чем вам приходится сталкиваться но физкультура физкультуре рознь до ходьба проверка пульса это тоже физкультура кто-то начинает бегать а ему бегать может быть и нельзя особо для бабушки 80 лет физкультура выйти рядом с подъездом прогуляться прогулочным шагом это уже физкультура достаточно хорошая и важная на самом деле да потом опять же исходя из состояния организма некоторые да у нас там после 30 а некоторые после 40 вдруг идут в зал начинают железо тягать потом их вот так перекрещивая и вы начинаете решать другие проблемы как человеку правильно с эту эту физкультуру определить которая ему нужна вот чем отличается спорт из культуры не надо рекордов рекорд просто вот чтобы было как как смазана есть должен быть да то есть как бы все рекорды не нужны как бы чемпионата мира выигрывать не надо в 40 лет спортсмены как бы занимаются с тренерами все таки надо обращаться не к тренеру который тренерам которые будут направлять опять же бег по асфальту плохо бег по покрытиям сейчас практически у каждого жителя города люберцы есть возможность бегать по резиновым покрытием амортизирующим просто спокойным турции нет с правильным подбором обуви одежды ну и не мы же понимаем прекрасно что в молодом возрасте если человек начинает этим заниматься и потом продолжает это хорошо то есть особо ничего и он может даже себе нагрузки побольше потом позволить ну он знает свое тело но почему-то на каком-то этапе там после 20 лет когда там вуз так далее все это бросается заканчивается бросается одной простой причине потому что по молодому человеку в 20 лет зачастую надо содержать девушку да ему надо учиться еще где-то подрабатывать и у него времени на физкультуру не остается скажем потом проходит время если молодому человеку удалось найти девушку создать семью или купить квартиру да или все это не удалось но тем не менее на жизнь продолжается он друг а не заняться к ли мне мы собираются время до заняться и вот он идет и начинается тут сравнирование все эти вещи потому что десять лет он ничего не делал опять же акцентирую внимание выходного дня спортсмены выходного очень много таких пациентов ну немало достаточно скажем так которые мы играем с друзьями в футбол полу воскресенье по субботу то есть кто-то в баню ходит а мы вот футбол играем без как правило без разогрева без каких без подготовки и сразу на мировые рекорды 10 но надо победить до бремя чемпионов это называется напомню что у нас гостях алексей владимирович пронин зав отделением травматологии и ортопедии стационарного отделения номер один любилецкой областной больницы ортопедии правильно это беде да вот но у медиков свои бывают ударения ортопедии мы продолжим на второй части поговорим уже о травмах потому что этот вопрос серьезный а завершая первую часть важно понимать что со своим телом нужно договариваться самого первого дня когда его надо любить любить да и следить за ним делаем небольшую паузу и вернемся в студию программа открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях заведующий отделением травматологии ортопедии стационарного отделения номер один люберецкой областной больницы алексей владимирович пронин вот мы вторую часть вашего должности обсудили в 1 а первую сейчас во второй вы такие хитрые но если гореть серьезно я живу недалеко там но есть возможность до травмапунта дайте даже остановка так называется травмапунт не люберца в другом месте и когда-то я помню мне нужно было ночью что-то там обратиться но круглосуточно я увидел обычный день не праздничный никакой будний день я увидел какое невероятное число людей у которых кто рука кто нога кто еще что-то и так далее люди настолько ломки что то есть очень много обращений к вам вот в течение дня нос немножко другой профиль на стационарное отделение то есть у нас пациенты поступают с той патологии которые нельзя лечить в амбулаторных условиях она требуется круглосуточно например перелом бедренной кости большеберцовой кости таза включая то что требует оперативных вмешательств каких-то то есть шейка бедра это более высокого уровня то есть перелом пальцев фаланг ну самый частый в голове от перелома там перелома лодыжи в 99 процентов переломов лодыжек без смещения лечится консервативно прекрасно гипсом просто наложением все то есть стационаре человеку 6 недель не надо находиться вот тут у меня вопрос такой дилетантский но тем не менее правильно понимаю что все зависит вот человек сломал руку не повезло ему трезвый всего все нормально он приходит к любому до травматологу хорошему ему накладывают все как положено вероятность же есть что неправильно потом придется разбивать этот гипс нет и этапно делается первое делается рентген перед наложением это и оценивать ситуацию есть смещение это репозиция иммобилизация контрольный рентген после первого контроля рентгена через три-четыре дня еще один контрольный рентген потом еще через неделю то есть этапный рентген контроль если что-то пошло не так чтобы своевременно как ну пока еще не срослось пока есть возможность про про поправиться репозицию делать у нас называться но вы и либо прооперировать может быть свое время чтобы люди говорят что после того как ломаются руки ноги них потом на погоду это реагирует есть для этого основания есть то в норме в суставах отрицательное давление так и в соответствии как бы меняется незначительно атмосферное давление как бы суставы на это реагирует в принципе как бы этого логика такой еще вопрос вы давно в профессии вы сталкивались с различными случаями можете ли вы сделать вывод поменялись мы по крайней мере за ваш период пока вы работаете меняется наши кости как-то ухудшается самый костный механизм или они остались такими как и были просто мы ими неправильно пользуемся кости остались такие как и были сейчас меняется то что у нас пациенты с каждым годом взрослеет и взрослеет и на сегодняшний день никого не удивишь пациенту 95 лет который сломал шейка бедра которую мы оперируем и ставим заново на ноги и 90 лежит ну как бы для того и делается чтобы пациенты выжил операции потому что умирает допустим есть такая старческая частая патология перелом шейки бедра да вот они всегда говорят что если там за себя еще 20-30 лет назад это был приговор на самом деле то есть равно как бы что бабушка через месяц умрет на сегодняшний день есть возможности есть технологии которые мы активно пользуемся поменять бабушки сустав и восстановить опороспособность ноги как можно быстрее заново поставить на ноги а вот что там был за механизм из-за чего подписывался этот приговор почему если гипостатические осложнения элементарный пример если здорового человека положить в постель и три дня не поднимать просто три дня полежать здоровому человеку и на выходные иногда отлежаться на то первое как бы мгновение абсолютно здоровые 30-летний молодой человек первое мгновение если резко встать будет голова кружиться все эти процессы у бабушки более выражены более быстрее протекают они если ее во время не поднять вновь они залеживаются пневмонии пролежни пролежни в обжиг очень легко формируется несмотря на то что их крутит вертит там два часа в одном положении уже может защитная система трофика меняется кровоснабжение меняется то есть пролежни это всегда в первую очередь это проблема кровоснабжения сосуды менее их проницаемость становится питающие элементы меньше попадают кислород том числе и так далее руки ноги люди ломают и в общем то тоже это становится таким ну некоторые забывают что это было да а есть четкое убеждение что вот когда звучит например ключица слова да или звучит там спина тоже приговор насколько сегодня ни в коем случае да по поводу перелома включить это но одна из частых патологий которые на самом деле проходит бесследно включится очень хорошо кровоснабжаемые органы и очень хорошо срастается не высокие способности консолидации да понятно что бывает и не сошлись перелома включиться но в отношении всех остальных костей крайне процентах крайне минимум позвоночник пока позвоночник тоже как бы все зависит от степени сдавления или повреждения спинного мозга уровень опять же повреждения грудной отдела позвоночника с повреждения спинного мозга может быть к сожалению инвалидизирующей травмы такое тоже может быть какая-то часть с необратимыми процессами перелом просто позвонка без смещения как правило никаким процессом необратимым не ведет самое главное чтобы не были сдавлены корешки вот это как при переломах ребер мы не боимся самого перелома ребра мы боимся что сломанное ребро повредит внутренний орган легкое ли сердце да 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 вот это вот я специально эти вопросы задаю да потому что они такими образованы и такое ощущение вот шейка бедра все смерть перелом позвоночника смерть это точно так как вот врачи-онкологи к нам тоже приходят слова рак все смешно разве тогда на самом деле если человек борется и вместе с ним еще хорошие специалисту можно попытаться решить тот или иной вопрос возвращаемся к теме костей где-то я когда-то слышал давно что кости такая интересный механизм что там что-то меняется раз в семь лет или гораздо быстрее а ну расскажите что гораздо быстрее минеральный сустав кости всегда существует то есть кость это не просто мертвая какая-то структура то есть понятно что она большая часть это минеральный состав но кость имеет кровоснабжение на медь свои сосуды кости крови когда мы собираем из нее кровотечение бывает и так далее то подобное есть два разных вида клеток в любой кости 1 это те которые собирают и синтезирует минеральный состав именно и те которые рассасывают то есть остеобласты остеокласты рассасывают кость старую и остеобласты соответственно новую синтезирует прямо на ровно на этом же месте этот процесс происходит постоянно в течение всей жизни почти как хвост у этой самой раз и все сроки сращения все сроки сращения они как бы определяется скоростью работы остеобластов остеокластов тех или иных зонах допустим на руке как правило кровоснабжение лучше и так далее и тому подобное и большинство костей которые находятся на руке плечо предплечье с расставится в сроке 46 недель ровно за эти этот срок как бы у здорового человека практически на 90 процентов меняется минеральный состав то есть тот кальций с которым мы живем сегодня три месяца назад был другой кальций то есть мы практически весь кальций вот за это время поменяли в костях ну то есть получается что мы довольно довольно структура да то есть постоянно идет самообновление самовале но тем не менее мы стареем и до сих пор же разные есть варианты что человек может и 120 лет по идее сто процентов 120 должен жить а некоторые говорят 150 что же тогда мешает но это ближе к генетикам наверно а я просто сейчас на уровне почему потому что замедляются процессы у женщины кстати очень такой краеугольный момент жизни который называется менопауза у нас как с чем-то неприличным считалось всегда это и почему-то все это умалчивается им женщина об этом молчу это самом деле очень меняется гормональный баланс при которой приводят в том числе кости упорозу и вот в состоянии после на паузу она должна четко отслеживаться проверяться минеральная плотность кости падает у них очень сильно потому что бласты не справляются своей работой на фоне гормональных вот этих всех перестроек еще на костях поговорим о все-таки вы травматолог вот бывает идешь и подворачиваешь ногу но один человек ему чуть-чуть надо и у него сразу все ломается а бывает но у меня вот такой часто бывает не знаю повезло не повезло чтобы не сглазить уже почти подвернул она все сама восстанавливается ничего не нужно делать я к чему веду гибкость ткани или кости как что он это два есть хрупкость какая-то да да это вот как вот металл и бетон то есть есть хрупкость стекло да то есть она очень прочное стекло да но при всем при этом на изгиб она не работает то же самое как бы должен быть баланс да соответственно и есть когда слишком много кальция да так называемые фарфоровые или хрустальные кости это на самом деле тоже плохо потому что сопротивление деформации минимальной то есть небольшая кости всегда деформируется они имеют определенную способность к изгибу да это небольшие значения но тем не менее когда это значение стремится к нулю соответственно разбивается эта кость проще здесь надо будет более правильно сказать не ломается уже разбивается и наоборот если слишком мало кальция то устойчивость к изгибу достаточно большая но как бы в общем и целом прочность конструкции падает вот сейчас проходят олимпийские игры и проходят олимпийские игры уже давно проходят несколько уже прошло где пара олимпиада существует где мы видим людей даже со специальными конструкциями и собственно говоря это конструкции которые пытаются заменять вплоть до сухожилий и функциональность насколько силой найти эта тема что вроде мы знаем из чего человек состоит согласно братьев на сколько сегодня можно смоделировать но бывают что люди да без без руки без ноги и насколько можно смоделировать вот эту систему человеческого костного аппарата чтобы рука работала почти как настоящая рука работает не за счет костного аппарата мышцы сухожилия нерва смотря о чем мы говорим то есть на сегодняшний день как бы существует вот по замене костей практически любой сегмент костный можно заменить теоретически практически результаты таких работ они не самые впечатляющие на самом деле отдаленные до начале пути до в самом начале пути и на самом деле в организме человека современ гиппократа в понимании организма человека с времен гиппократа у нас немного чего поменялось железного человек не скоро по нас слава богу прогрессируют технологии которые нам прозвали позволяет людей там поднимать ставить на сегодняшний день очень развита тема эндопротизирование то и замена суставов суставов да но замена именно костей как бы так далее там подобное но пока еще ну то есть железный человек пока аппарат ализарова который позволяет удлинять кости он все еще в обиходе я думаю что будет долгое время спасибо вам большое просите сегодня мы мне кажется многие мифы разрушили что важно вот спасибо за ваш за ваши ответы за очень интересные познавательные и мы желаем как ни странно поменьше вам работы и побольше зарплаты заведующий отделением травматологии ортопедии стационарного отделения номер один люберецкой областной больницы алексей владимирович пронин был гостем нашей сегодняшней программы это был открытый диалог до свидания алексей владимирович пронин был гостем нашей компании алексей владимирович пронин был гостем нашей компании алексей владимирович пронин был гостем нашего к8го я девушкой Продолжение следует...